Конечно же выступлением ансамбля Лезгинка встречали гостей и участников театрального фестиваля. Погода сегодня выдалась не жаркая, зато зрители в предвкушении жарких номеров открывают мероприятие шествия участников с транспарантами, шарами и флагами. На лицах людей улыбки, флагштоки зарубежных участников несут наши артисты и даже исполняют номера в национальных костюмах тех стран, что не смогли приехать из-за пандемии. С 26 мая по 1 июня свои спектакли представят лучшие кукольные театры России. Среди них Рязанский, Волгоградский, Вологодский, Воронежский, Кировский, Мытищинский, Белгородский и Астраханский. Задача одна – поучаствовать, впитать то, что мы увидим, много интересного посмотреть и себя показать. Мы показываем спектакль «Тайна Белого лотоса». Это легенда про Астраханский край. Вот эпичное такое произведение, замечательное. Так что приходите 28 мая посмотреть наш спектакль. Эмоции положительные. Мы из Белгорода приехали, ехали долго, но упорно доехали. Привезли спектакль «Грешневая каша» для взрослого зрителя. Надеемся, он понравится. Это такой рассказ 60-х, 90-х годов, как наши дедушки, бабушки жили, выживали в деревнях. Надеемся, он не оставит равнодушными никого. Да, нам очень нравится. Мы уже на море сходили, классно, здорово. Мы на второй раз уже на этом чудесном фестивале были два года назад со спектаклем «Вишневый сад». И в этом году мы привезли поминальная молитва «Шалом алейхам» Григорий Горин. Будем показывать 28 числа. Дорогие зрители, это для взрослой аудитории спектакля. Приходите, пожалуйста. В шесть вечера. Мы тищенцы, вас ждут. Из всего шествия, несомненно, выделяются участники на ходулях. До великанов из Крыма с микрофоном не дотянуться, поэтому они взяли его в свои руки. Мы второй раз приехали из Крыма с программой «Карнавал и мира». Несмотря на пандемию, мы приехали из города Евпатория подреть радость и веселье. Махачкала – культурная столица. Так говорят о выборе места фестиваля взрослые. Как все красиво. И танцы, и костюмы. Так считают дети. У нас получается, как бы столица театральная становится Дагестан. Несмотря на то, что у нас много театров на всех языках. Но самое главное – это дети наши подрастающие поколения. У них останется очень яркое, сильное впечатление от этого праздника. Мне понравились люди на ходулях. Они очень красивые. Красивые костюмы. И вообще все очень красиво выполнено. У них красивые наряды, цветы, туфли тоже. Все у них красивое. На этой фестивально-театральной неделе запланированы также образовательные программы и мастер-классы для начинающих драматургов, уроки по технике речи и клоунаде. Ларианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.